Ювелир Юрий Иванов берет обычную морскую раковину и нащупывает фактуру материала. Художник пока не знает, на что пойдет заготовка. Сережки, кулончик или брелок для ключей. Мастер очищает верхний слой и погружает будущее ювелирное изделие в кислоту. Художник предлагает посетителям выставки морских раковин приобщиться к ювелирному искусству. Солидные и даже недешевые на вид украшения получаются из простых предметов с морского или речного дна. Отшлифовать камень может каждый. Для этого достаточно взять природный материал, например, коралл и обычную бормашинку. После этих несложных манипуляций коралл приобретает блестящий цвет. Иванов немного лукавит. У него специальный инструмент для резки и шлифовки камня. Сознается, резцы и ножи ему сделали по индивидуальному заказу. Заточили под руки мастера. Бормашинку он доработал сам. А главные инструменты – вкус и фантазия ювелира. Скажем, морские волны лучше, чем агат, наверное, передать не может. Ничто. Ну, может быть, первом утром. Там есть вот этот зональный рисунок, красивый концентрический рисунок. Я могу его использовать как берег у меня из агат. Скажем, капля – это будет уже горный хрусталь. И бесформенная клякса расплавленного металла может подсказать идею изящного колье. Мастер обещает показать, как в домашних условиях разбрызгать металлические капли в красивый узор. Мне как-то просили коробочку золотую для калькулятора сделать. Это я помню. Но я ее так и не сделал. То есть нужно было прийти куда-то в банке, показать, вот какая дорогая у меня штука. А там что? Ну, там калькулятор лежит. Художник советует. Чтобы заниматься ювелирным рукоделием, надо интересно проводить отпуск. Одну из своих модных коллекций Юрий Иванов собрал на берегу Белого моря во время отлива. Прибой вынес на сушу массу удивительных по раскраске камней и ракушек. Екатерина Лободина, Павел Вихрев, Южный регион, Инфо.